импрессионизм гуашью такой ник как вы пришли к зарабатыванию денег в живописи дорогой импрессионизм гуашью спасибо за ваш вопрос тут такая история что но не деньги не ради денег я занялся живописью это какое-то что-то другое больше чем зарабатывание денег но это просто например у меня сестра выращивает цветы в садике у себя и но она любуется и матушка и соседи которые проходят мимо не более но она получает огромное удовольствие она знает все о цветах и различные у нее там бутоны всяческие цветы какие-то она знает почву каким какие удобрения нужны виноград у нее растет зимний и кушает она к виноград но не ради же денег дай получат получает огромное удовольствие от вот того что смотрит за ними ухаживает и цветы расцветают в разное время и дарят аромат и цвет ей и тем кто обращает на это внимание заметьте кто обращает внимание не не все кстати обращают кто-то идет свои дела погруженный в колодец там тропинка и люди проходят мимо по дорожке за водой родниковой и никто часто не смотрят на цвет но главный восторг это восторг вот ее садовода так и здесь мне кажется если тебе нравится живопись ты будешь ходить в музеи на выставки если тебе нравится самому писать и развиваться в этом направлении ты будешь стремиться к тому чтобы достичь мастерства и быть новым быть неожиданным живописи не такой как все найти какую-то свою линию и поделиться своим удивлением мой опыт показывает что ты если ты искренен в своем восторге то всегда найдутся люди а сейчас интернет выложил и пожалуйста много очень площадок на которых ты можешь показывать свою работу всегда найдутся люди которые над на этой же волне также остро воспринимают мир красоты когда в которые вы влюблены но а деньги это эквивалент некий эквивалент энергии ваши затраченные вами на на обучение на на неудачи на бесконечные поиски многолетние и люди которые видят что ваша работа например хороша они понимают что что за этим всем за этой легкостью большой труд растянутый на годы и находятся те как и тех из тех которые влюблены в ваше искусство текат которые готовы те которые хотят чтобы это было у них дома или вы и в их пространстве которые они будут показывать своим друзьям почему они покупают они получают каждый день я получаю радость ваша картина источник радости один коллекционер мне сказал я каждый день просыпаюсь и мой каждый день наполнен радостью просто человек смотрит там на несколько моих работ которые купил но это очень дорого когда такие люди каждый день то есть один раз человек заплатил но но каждый день его наполнен радостью и это источник энергии вдохновение его радости в жизни но это очень приятно когда такое когда такие люди но они есть если если ты искренен но почему почему вы думаете что не найдется таких же с такой же искренностью кто в резонанс с этим потоком вот вам вашей любви которая запечатлена на холсте обязательно найдутся те кто также сильно они не умеют рисовать но также сильно чувствует ну а как я пришел это такая дальняя история да еще в строгановки как пришел ездил в битсу по моему там был такой рыночек холодно было на морозе продавали картинки какие-то что только не делал но зарабатывать надо было надо я студент строгановки как-то вообще жить надо было никуда не денешься писала работы в жажде продать и каким угодно способом ну а потом уже цдх центральный дом художника в москве выставки все как-то так разлеталась и покупалась и довольно хорошо потом я отошел от этого и занимался другим делом но вот эта жажда все равно пересилила и я вернулся к живописи и со всей полнотой и полностью окунулся в это я поняла что мастерство это такое дело которое требует огромных усилий и времени ты жертвуешь многим ради достижения мастерства но один день они сами придут если вы достигаете какого-то уровня вас заметят непременно потому что это сообщающиеся сосуды галереям нужна молодая кровь всегда есть люди которым нужно украшать свое жилище сейчас в интернете все выкладывайте различные площадки для продажи живописи это конкуренция конечно но это конкуренция заводит вас для достижения высокого уровня и качества своих работ так что успехов вам ставьте лайки не забывайте подписываться на канал павел борисович в одном комментарии написал был один момент в процессе написания чудо когда хотелось остановиться но это имело ценность только для меня окружающие сказали бы что работа не доделано очень важный момент как мне кажется когда остановиться и вообще в чем смысл живописи для окружающих для себя спасибо большое павел борисович за эту реплику и спасибо за поддержку канала ставьте нравится или не нравится это важно помимо всех общений наших замечательных еще вот не забывайте пожалуйста ставить вот кнопку нравится или не нравятся не стесняйтесь не нравится не нравится нормально вот это вот как то развивает этот канал а мне это для меня это важно и так был момент когда хотелось остановиться вот это штука такая интуитивная внутри ощущения на мой взгляд вот важнее всего вот вы чувствуете солить и иду а еще ложечку большую насыплю в кастрюлю вот в такую борща например на неделю один мой друг варил чтобы меньше готовить на неделю борща ну и сидал наверное за один день все но неважно ложку соли вот интуиция подсказывает насыпать еще соли или нет или перца например водку вы чувствуете как бы когда остановиться сколько меру нужно знать парацельс по моему говорил что человек мера всех вещей человек всех пал борисович о чем это говорит парацельс очень мудрый человек был о том что вы ваше ощущение дороже чем мнение окружающих мама мне говорила верну ты устаешь зачем тебе столько клубники она что же на моем огородике будет трава расти и рыда теперь же ты же устаешь очень много все это она а что соседи скажут то есть что соседи скажут вот о вашей живописи недокончены важнее вашей интуиции получается что они залезли ваш ваши мозги и управляют там и выдумал а раз это вот этот сосед говорит все плохо у тебя все плохо получается это не художник и ты а ну раз он говорит значит действительно все так так хреново что не буду больше ничего делать пойду таксистом а другой сосед говорит и гений ты гений я таких никогда в жизни не видел и и это тебя поднимает и ты опять берешься за кисть но и разрушает потому что все время гений 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 а раз все говорят что ты гений появляется эффект не вседозволенности так это мы хорошо знаем что это такое я считаю что художник это некое проявление силы по умолчанию только художник на мой взгляд знает когда остановиться какую краску положить или не подать не положить как только приходят советчики даже кстати художники которых вы уважаете начинают совет вот тут очень интересный момент на первом месте всегда стоит ваша интуиция потому что этот художник уважаемый но он же не знает всех ваших работ это его интуиция говорит остановись а ваш еще нет кому верить если ты будешь доверишься все время так и будешь все время на этом канате за ним ходить чтобы скажи дядь скажи как у меня посмотри мои работы но это же такая связка и получается что она может до добра не довести потому что вы так где это полная какая-то идиотская зависимость от учителя вот как он научил так вы то есть тогда это получается он вашими руками работает а ваш это где интуиция его задача сделать так чтобы вы стали доверять вашей интуиции вот задача учителя он пишет свое у него своя дорога у вас своя чего уж говорить о всяческих окружающих у вас в кавычках подозреваю что они не все окружающие художники да даже были бы художники у всех свои мнения и чему тогда верить вот 10 художников и каждый подходит и вам начинает говорить одно другое другое часто противоречащие вещи один говорит сотри друг говорит не стирай и вот вы будете как буриданов осел между двумя стогами сил голодные останетесь вообще в недоделанности на мой взгляд огромная энергия ребенок он еще недоразвитый но он же маленький но это такая красота в каждый в каждом его действии вот вот непосредственность чистота какие-то странные слова действия как шуткой какой-то делает валится все они нелепость как бесконечное вот такой вот вот вертолет такой но это как геркулес кстати каша вот некоторые варят например три часа мешают ложкой а другие заливают кипятком как бы недоваренность некая полезно считается давайте уже не доделывать интуитивно мы чувствуем что нашему организму нужно в тот или иной момент так и в живописи мы знаем лучше всех как это ну ставьте лайки вот это важно вот эти вот туда-сюда будем дружить а Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok